В преддверии Дня города мы продолжаем рассказывать, как меняется областной центр. Сегодня о том, какими были воздушные ворота Тюмени. Кстати, после строительства еще одного терминала, аэропорт Рощина сможет принимать только, представьте, до 5 миллионов пассажиров в год. Для сравнения, сейчас это 2 миллиона. Итак, любопытные факты истории в материале Светланы Зориной. Тюмень Фонтан, севером необходимо устойчивое авиасообщение. Я в советское время его помню. Еще мальчиком был где-то 85-й год. Здесь туалет на улице, там столовая, в отдалении. За 30 с небольшим лет все изменилось. Кардинально именно в последние годы. Преобразилось не только само здание аэровокзала, но и привокзальная площадь и взлетно-посадочная полоса. Можно смело утверждать, статусу аэропорта федерального значения Рощина соответствует. Землепроходцы нашего времени чаще всего начинают свой путь с неба. В 11-й пятилетке тюменские авиаторы перевезли воздушными трассами свыше 31 миллиона пассажиров и более 3 миллионов тонн грузов. Из этих 3 миллионов 27 тысяч тонн приходится на долю самолета Ил-76. Сегодня Рощина принимает 25 типов самолетов. Недавно этот список пополнил Аэрбаз А-330. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает 54 направления, из них 14 международных. Тюменцы могут отправиться в путешествия в Турцию, Арабские Эмираты, Таиланд и другие популярные страны. В летний период объем пассажиропотока значительно выше. Стоит отметить, что с апреля по сентябрь в среднем перевозится свыше 1 миллиона пассажиров, что составляет около 60% всего годового пассажиропотока. А в общем он составляет почти 2 миллиона пассажиров. Их количество постоянно растет. Чтобы вновь не столкнуться с дефицитом площадей, в Рощина намерены построить еще один терминал площадью 17 тысяч квадратных метров. Тогда проектная мощность аэрогавани будет составлять 5 миллионов пассажиров в год. Сегодня мы имеем результаты, которые подтверждают, что решения, которые были приняты много лет назад, принесли результаты. Сегодня Тюмень, наш аэропорт стал реально региональным хабом. И что самое главное, есть понятная многолетняя перспектива развития. Светлана Зорина, Тюменское время.